Маски, перчатки, защитная броня – обязательные атрибуты ножевого боя и боя на шашках. Вместо настоящего холодного оружия, прорезиненный ему лежишь, чтобы спортсмены не получили серьезных травм. Сложность в том, что нужно ударить противника и не дать ему ударить себя. Это сложно, потому что когда люди на друг друга кинулись, они начинают друг друга бить. Защищаться тяжело, непросто. Поэтому задача нанести удар и не дать ударить себя. В бою на шашках самая главная стойка. Рука с оружием впереди, корпус повернут, чтобы уменьшить площадь, доступную для удара. Рядом ребята соревнуются в бои на ножах. Техника владения оружием чем-то напоминает танец. За каждый условный порез начисляются баллы. Очень важная в боях нанужает резкость, скорость. Чем быстрее человек, тем быстрее он найдет от удара и сделает его. Испытать силу и ловкость приехали бойцы из Мурманска, Североморска, Кавдора и Апатитов. Как отмечают организаторы, подобные соревнования развивают уверенность и силу духа. В первую очередь это было для студентов, для курсантов, для ребят ЛПК, чтобы ребята подвигались, поработали. То есть это возвращение к нашим, скажем, традициям. Казачество тут принимает большое влияние. Это Кольское станичное казачное общество. Очень большое спасибо Ленинскому дому культуры и Китаренко. И Лине Вячеславовне, которая тоже помогла нам это все организовать. В молодежной лиге призовые места занялись спортсмены Североморского кадетского корпуса и Кавдорского клуба «Горница». В старшей группе бестали мурманские фехтовальщики.